Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. Аналитика. Свисквод». В рамках этого эфира мы рассматриваем интересные торговые идеи, которые рано утром в 7.30 утра по Москве публикуют специалисты Свисквод Банка. Это швейцарский банк, который активно котирует на финансовых рынках. И в 12.00 мы с вами смотрим, что из этого уже реализовано, а что можно реализовать прямо сейчас. И поэтому давайте вместе посмотрим на то, как вы можете сами торговать по обзорам рынков Свисквода, не дожидаясь меня. И что можем сделать прямо сейчас. Под главным экраном есть баннер, центральный Свисквод Банк, обзор рынков. Нажимаем на него, попадаем на страничку обзора. Называется он сегодня «Доллар и японская иена в течение дня. Обычай настрой при прорыве вверх 10705». На многих языках он публикуется. Но вот нажимаем на строчку «Русский», попадаем на русскоязычную версию, что, конечно, очень удобно, комфортно. Спасибо за это Свисквод Банку. Ежедневный технический обзор рынка. Евродоллар. Жду, коллеги, на 1.16. Сегодня с утра мы ударились в 1.16 вчера. Сегодня 1.15.92, но были практически на 1.16. На мой взгляд, прогноз еще в утренние часы, где-то час назад, наверное, был реализован. И на этом уже вы дальше сами решаете, стоять вверх или нет. Мое личное мнение, стоять вверх вполне себе можно. Так что поздравляемся, Свисквод Банк, с первым успешно реализованным прогнозом. Давайте смотреть, что по фунту. Фунт доллар ждут вниз 1.26.90. Допускает дивергенцию, отрицательную корреляцию по этим инструментам, коллеги. Ну и давайте смотреть, куда мы сегодня били вниз. Направление было выбрано верно. По итогу на лоях мы были на отметке 1.26.94, а прогноз – 26.90. Четыре пепса не дошли до прогноза, но поскольку направление выбрано верно и пока динамика сохраняется, на мой взгляд мы можем пойти ниже этих отметок и ниже лоев сегодняшнего дня и реализовать этот прогноз. Да, верю в него абсолютно сегодня. Такая дивергенция может быть, хотя она кажется странной. Во всяком случае, с утра мне это оказалось странным. Доллар японская иена, 107.30. Да, доллар растет против рынка, я абсолютно соглашусь с этой идеей. Ударялись мы сегодня утром в отметку 107.18. Прогноз не реализован, но вот в данном случае, даже с большей уверенностью, чем по фунту, я считаю, здесь можно постоять в рост доллара, просто потому что этот инструмент живет на злой рынке. В остальных случаях я бы доллар не покупал, честно вам скажу. Доллар-франк 0.92.65. Верю. Графика еще не видел, но верю. Мы ударились сегодня в 0.92.69. Немного не дошли до цели, но я считаю, можно стоять в этой позиции и ждать дальнейшего снижения. В этот прогноз верю. Далее, коллеги. Доллар канадский доллар. 1.33.90. Та же история. Да, доллар падает, верю. Хотя, с сожалению, но уже видите, даже 1.33.75 даже пробивает уже очень серьезную поддержку. Доллар сейчас завалится. 1.33.7, а в моменте 1.33.76. А на лоях давайте поставим на лои. Мне кажется, на 7 мы уже были. 1.33.67. Да, друзья, прогноз реализован. Поздравляем. Свистклотбанк со вторым реализованным прогнозом. Вот. Вот тот, кто утром зашел вместе со Свистклотом, тот уже прибыль получил. Будет ли дальше идти? Думаю, что да. Но это уже мой прогноз, не Свистклотбанка. Австралийский доллар. Доллар. 0.71.80. Верю. Верю. 0.71.47 в моменте. Цель не достигнута. Но вот это движение наверх. 0.71.82. Вполне, вполне себе верю. Кто стоит в австралийце, я думаю, что можно продолжать стоять дальше. Доллар турецкая лира. 6.85.90 видят коллеги. Да, он тоже живет на зло людям. 6.84.97 показал сегодня. До цели не дошли. Формально мы можем туда дойти. Я бы не стал здесь, честно вам скажу. Поскольку была сильная поддержка, стало сильным сопротивлением, могут и отбиться. То есть, для меня это очень нестабильное такое глубокое движение наверх. Нестабильное решение. ДАКС, коллеги. Вниз смотрят, думают коллеги. 12.810. Здесь, не знаю. 13.83 в моменте, растет ДАКС. Нет. Не хочу я видеть его вниз, хочу наверх. Денег выделяет много. Вчера 750 миллионов евро выделили. Я думаю, что должен расти этот инструмент. Я думаю, что он должен расти, коллеги. Далее. СНП-500. А вот СНП-500 придет наверх, коллеги. 3.316. Давайте смотреть, что показывает на хаях сегодня. 3.292. Цель не достигнута. Но направление выбрано верно. И постоять до указанной цели, я считаю, вполне себе возможно. Этот прогноз поддерживает. Золото, друзья. Ну, радует золото в последние месяцы. Прямо, не знаю. Уверено так. 1885. Видели, коллеги, утром. Давайте мы посмотрим, как хорошо прошел после утренних наших обзоров. 1888. Прогноз реализован, друзья. Прогноз реализован на покупку золота. Поздравляю, Свискозбанк с третьим успешно реализованным прогнозом. Замечательно. Ну, что сказать. Лезть, конечно, и дальше. Еще вот этот рассуждать. Надо лезть и дальше. Да, лезем уже в начало 2011 года. Это нормально. Время такое. Серебро. Тенденция остается в луче. На 24 доллара. На 24 доллара за тройскую инсу видят наши коллеги. Сегодня мы ударили в 23.22. Абсолютно убежден, что можно покупать и бояться вот этого большого прохода за всю неделю. Атар большой, естественно, и сегодня, и вчера, и позавчера. Неделя будет шикарная. Но коррекция – это завтра вечером. Сейчас-то какая коррекция? Да, были с утра в минусе. Но посмотрите, с минуса вытащили. Я думаю, серебро можно брать сегодня. Абсолютно поддерживаю эту идею. Ну и, наконец, сарайник WTI. Тенденция остается в луче. 42.50 видят коллеги. Открываем WTI. 42.50 ровно, друзья. Прогноз реализован. Поздравляем. Свистклотбанк с четвертым успешно реализованным прогнозом. Ну и что дальше в этой ситуации? А, нет, стоп, стоп, стоп. Это вчерашняя отметка стояла, не сегодняшняя. Sorry, sorry, sorry. Моменты 42.24. Но верю в то, что к этой цели 42.50 мы пойдем. Да? Искренне верю, что к этой цели мы пойдем. И будет у нас сегодня четвертый реализованный прогноз как минимум. Вот так, друзья, выглядит обзор рынков от Свистклотбанка сегодня. На мой взгляд, ну, три реализованных прогноза. Это, ну, просто прекрасный результат. И хотелось бы, чтобы каждый день было так, но не каждый день это случается. Поэтому сегодня хороший день, и это сразу поднимает настроение. Ну, и понятно, я желаю всем удачи. Спасибо коллегам. Субтитры сделал DimaTorzok